Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ничего не сказал Степан и под самой лютой пыткой А Фрол испугался и закричал Слово и дело, государя! Сохрани мне жизнь, а я укажу место, где брат зарыл клад Последнее, что крикнул Степан брату-предателю Молчи, пес! И отправил тогда государь с Фролом тайную экспедицию Из лучших своих стрельцов На поиске клада Степана Разина Казака-разбойника Казака-разбойника Ну, Фрол! Оказывай! Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, а? Субтитры создавал DimaTorzok Ну, открывай! Субтитры создавал DimaTorzok Ты же говорил, здесь скифы жили Золото прятали Судя по находкам, здесь жили одни засранцы Нечего на скифы пенять, если сам клад найти не может Слушай, может нет уже никаких кладов, а? Может выквали все? Я приветствую вас, дорогие зрители, в таинственных, удивительных местах Где по преданию, где по преданию укрыл свой клад знаменитый разбойник Степан Разин Клад, который не найден до сих пор Вернее, пока не найден Стоп, 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 стоп Так, ну что, я смотрю, у нас все на мазир? Вот, я тут текст подготовила, вы не хотите проверить? Нет, я вам почему-то верю Экшен! Скоро, скоро они появятся на этой площадке Лучшие из лучших кладоискателей Победители отборочных туров, проходивших в пяти странах мира Итак, позвольте представить Меня сначала Нашего главного Генерального И генерального продюсера Меня глобально, а потом игроку Угу Добрый день Это у вас тут что? А, клад будем искать А здесь никаких кладов нет Мы уже все округу обыскали Так вы, небось, без карты искали? А, у вас что, карта с кладом есть? А как же Ух ты! А карта у вас получилась как настоящая Какой вы молодец, а? Молодец Карта и так настоящая Ему просто таланта не хватило самому нарисовать На мои деньги ее купил Где? Никогда не догадайтесь Купите пиратский тесак Острее, чем бритва А самое главное, по документам, не холодное оружие А зачем он мне нужен? Как? Зачем? А нет у вас случайно Никому не нужной Старинной местной карты? Карты? Карты, карты Совершенно старинная Абсолютно местная Ну, очень дорогая карта Ну-ка, ну-ка Ух ты! И сколько стоит? Такая трухлявая Никому не нужная Старая карта Ну что? Это ж карта Ручной работы У меня деньги подотчетные А у меня товары А зачем вам никому не нужная старая карта? А, будем по ней клад искать А в ней отмечен клад? Ага Слушай, Левитан Ты зачем антикварную карту разрисовал? Это же гуашь Гуашь, она водой смывается Сними копию Оригинал в мою палатку А копию в игру И не забудь игровую карту Запаять в целлофан Работай, Машенька А сейчас начнутся соревнования Которых наградами для победителей Станут вот эти полезные В путешествии Призы Спрятались Спрятались Я Ли Ча Из Китайской Народной Республики Мои родители работают в цирке Мой дедушка был переводчиком Он меня учил русском языку И говорил, что мне это пригодится в будущем Я рада, что попала в игру Если я стану победителем То обрадую своих родителей и друзей Если проиграю То заголю свой дух Зай Че Страсти буквально разгораются Сейчас участникам Нужно будет разжечь костер Дедовским способом Кто же добудет огонь первым? Меня зовут Василий Краснов С детства занимаюсь спортом Люблю проводить каникулы у деда в деревне Где мы ходим на охоту и рыбалку Хочу отслужить ВДВ А потом закончить исторический И стать археологом Поэтому я просто должен найти легендарный клад Игорь Краснов Игорь Краснов Игорь Краснов Они добудет стал Игорь Краснов Игорь Краснов Игорь Краснов contents Добрый день, коллега. А вы кто? Мы тоже археологи, нас послали за картой. Вы не подскажете, где она у вас? У старшего, в палатке. Где же ее? Большое спасибо. Скажите, а где у вас здесь еда? Кумахер. Кладоискатели не должны быть неженками. В экспедиции может случиться всякое. Иногда, чтобы найти клад, нужно просто выжить. Приятного аппетита. Я Винченцо Розетти, мой родной город Рим. Я итальянец, и как все итальянцы, люблю все красивое. Природа, девушек, ламбургени, кинеллони, крабов, пиццу. Но не только люблю, но и умею готовить. В Италии я стал победителем конкурса молодых кулинаров. И надеюсь победить и в этой игре. Карту ищи. Я Том Эвагрин из Сэша. Я трижды побеждал в соревнованиях среди молодых каубоев. Летом я уезжаю с моими родителями в Гавайи и занимаюсь сурфингом. И еще я лучший байвискаут в своей школе. Я с детства изучал русский язык, и мой дедушка говорил, что это язык врага. Я очень рад, что теперь это язык друзей. Вот она карта. Где? Главное, никто не охраняет. Какие безответственные люди. Да, безобразие. Вообще никого нет, кроме рабочих в лагере. Где все? Иди, выйди, покричи. Может кто придет? Ага. Стоять! Здравствуйте. Вы старший? А вы? А вы? Ну да. Скажите, это палатка старшего, где карта? Дайте, пожалуйста, посмотреть. Мы ее первые украли. Эйпер продал? Как украли? Что значит продал? Я же не ну, чтобы не им уж найти клад. Минуточку. Николь! Меня зовут Николь Блан. Я живу в Париже. Мой папа хотел сына, а родилась я. Поэтому он меня воспитывал, как мальчика. Он начал меня бегать, плавать и даже немного драться. Я должна первой найти клад, потому что у меня русские корни. А вы, стало быть, разбираетесь в картах. А вы? Нет. Нет. Мы кладоискатели-любители. А я профессиональный любитель кладов. А карта все равно наша. А без меня она бесполезна. Я работник антикважного фронта. Меня относят все скупщики. Без меня вы клад не оцените и не продадите. Так что, господа партнеры, будем знакомиться. Вначале я хочу объявить, что по количеству набранных очков карта достается Тому. Купию сняли. У нас оригинал есть. Все, идем. А теперь, внимание! Одному из игроков достанется карточка с надписью «Враг». Этот участник будет вносить сумятицу и всячески мешать продвижению команды к цели. Если врагу удастся задержать команду до истечения срока, он получит дополнительный день на самостоятельные поиски. Неприкасаемой для врага остается только карта. Роль врага не завидна, но выгодна, как в жизни. Очень часто весь куш достается именно тому, кто мешает общему делу. Я же клады искать. Кстати, мы же так и не познакомились. Только без имен. Я предлагаю клички. Как у воров и разведчиков. Вот моего брата. А вы что, родные братья? У нас разные мамы. Да, моего брата все всегда во дворе звали Джонс. Ну, когда я рассказал, что мы пойдем клады искать. Вот, а я, Шумахик. Потому что ты то гонишь, то тормозишь. Ну и что? А потому что я еще бегаю быстро. А раньше он меня звал Хадулий. Ну, потому что я был дощ, и у меня ноги длинные. А вас... Дождись, думайте подумать. О том, какую кличку вы решили дать мне. А мы... Мы вовсе и не думали вас так называть. Как называть? Ну, так, как вы случайно подумали, что мы могли бы вас назвать. Меня зовут Сильвер. Запомните, Сильвер. А теперь пора на наш острый сокровищ. Вперед! Разумеется, все готово. Ага. Ес. Разумеется, победит участник из США. Конечно. Гудбай, халду, варимач. Как? А разве уже известно, что победит Том? Да. Нет, ну ладно, подтасовками занимаются со взрослым. Но тут же дети. Я придумывал эту игру как веселую, увлекательную, а главное с интригой. А какая может быть интрига, когда заранее известен победитель? Нет, ну я не могу. Нет, ну вы посмотрите на них, а? Нет, вы посмотрите на них, а? Да эту игру согласился купить американский один канал с двумя условиями. Если она будет международной, и если в ней победит американец. А вы что думали? Что идеи рождаются в головах художников и сценаристов, да? Ну разумеется, они рождаются в кошельках заказчиков. Разумеется. Значит так, я отказываюсь передавать вам мои авторские права на мою игру. Все. А контракт? Ты мне такую неустойку выплатишь. Видал я ваш контракт. А ты юристов моих видал? Где моя карта в конце концов? Украли. В вашем лагере царит хаос. Выход там. А вы, дорогая Машенька, вообще скажите мне спасибо за то, что выбор пал именно на вас. А это не удивительно. Я когда-то вела веселые старты. Папа, мама, я. А ну-ка. А ну-ка кто? А ну-ка все. А ну-ка, Машенька, сейчас положа руку на паспорт, признайтесь мне, сколько вам тогда было лет? Ну, было несколько. Я наводил справки. Сейчас вас в лучшем случае приглашают вести детские утренники или вечера. Кому за сорок. Деточка ты моя. Да сейчас телеведущих девиц списывают в запас, как балерины-гимнасток в расцвете силы тела. Ну ладно. Давайте докажем всем там на телевизионном олимпиаде, что рано они вас еще зачисляют в неформат. Да благодаря моему шову вас ждет триумфальное возвращение на большой голубой экран. А вы знаете, я в вас почему-то верю. Спасибо. Спасибо, Рейтинга, не поднимешь. Ну ладно, бегите работать. Я больше не могу. Я устал. Шмахер, иди сюда. Найдем клад. Ты съешь карту. Сильвер без нее никогда не найдет дорогу обратно. Здорово. А мы сами как без карты вернемся? Нам-то карта зачем? Мы же в ней ни черта не понимаем. Мы опережаем. Давайте отдохнем хоть минуточку. Если бы на географии карты изучал, нам Сильвер был бы сейчас не нужен. А сам-то почему плохо учился? Я плохо учился, чтобы тебе собственным примером показать, как это плохо. Плохо учиться. Брат, иди. А карту отдали Тому, потому что он представитель нации, которая до сих пор считает, что Москва находится в Сибири. Вася, Вася, ну как тебе не стыдно? Ребята, ну давайте не будем ссориться раньше времени. Мы постараемся. Я не знаю, как вы, но я очень волнуюсь. А вам зачем волноваться? Ой, не скажи. Знаешь, в чем сложность нашей с оператором работы? Зритель должен думать, что вы одни, что нас рядом с вами нет. Нам нужно снять и прокомментировать ваши приключения так, чтобы у зрителя создалось впечатление, будто вы в реальной опасности, что вы совершенно одни и никто вас не страхует. А на самом деле... А на самом деле главное не бояться. Главное не бояться. И вообще мы всегда рядом с вами, даже если вы нас не видите. Но, но не забывайте, не забывайте, что могут быть всяческие сюрпризы. На то оно и тель-шоу. Да, и не забудьте, когда до клада останется пять километров, вы должны разделиться и двигаться по одному. Я все-таки очень волнуюсь. От этой игры во многом зависит моя карьера, да и вообще жизнь. Жизнь не может зависеть от игры, потому что игра это всего лишь часть жизни. Главное, чтобы вы об этом не забывали. Ну, опаздываем. Да, пойдем поторопим. Мы сейчас. Я, конечно, в картах ничего не понимаю. Но что мы все вдоль берега, да вдоль берега. По-моему, нам нужно на ту сторону. Пренебреждаю вас. Я плавать не умею. А я умею, но плохо. Ага. Как летать. Эх вы, что бы вы без меня делали? Вот. Держите трофей. Так. Что там? Лодка. Лодка. А насос? А насос? Насос. Ага. Насос недоукрал. Ну что ж, придется заниматься надувательством. Шумахер, у тебя сила духа есть? Парнер, держу пари на продукты. Не надуй. На мои продукты? А может, а где? Так. Ну, ребята заждались. Ребята заждались? А я заждался, когда хоть одни съемки в этой стране пройдут по плану. Вот как здесь станешь акулой телебизнеса? А что случилось? Оказывается, кто-то украл не только карту, но и лодку. Это безобразие. Ну? И на чем нам теперь сопровождать игроков, а? Кто? Вы? Ты? Так, нет, ты еще нужен. Выйди с малатки. Да. Выйди с малатки. Да. А, ты? Решил сорвать мне шоу? Я? Да. А я-то при чем? Я что, охранник лодки? Ты не охранник. Ты вообще никто. В смысле? Забирай этих холоков, вы уволены. А я-то за что? За все. За что? За все. За что? По собственному желанию. Пошли вон отсюда. Хорошо. Где выход? Выход там. Угу. Угу. Я больше не могу. Чего-чего? Не надуй. Я больше не могу. Забирай! 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 Я выплю, но я не буду. Смотри, не мочи, как корова. Плюй! 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 Я не могу больше. У меня голова кружится. У тебя не может кружиться голова. У тебя ее нет. Ну, ты лжедот, как он больше помещается в воздухо. Провали отсюда. Где весла? Не доукрал. Пятнадцать человек! На сундук мертвеца! Эй, а вы что, стоите? Да, что вы сидите? Все уже уехали, а вы еще здесь? Игра уже началась! Время пошло! Давай-давай-давай-давай! Пошли-пошли! Быстренько-быстренько! Вперед! В лодку! Давай-давай, не задерживайся! Куда ты пошел? Давай, вниз-вниз-вниз! Быстрее-быстрее! Время уходит! Быстрее! Так-так-так-так-так! Прыгай-прыгай-прыгай! Опа! Время уходит! Вклад ржавеет! Удачно вам поиграть! Улыбаемся и наше! Как? Игра начинается? Время пошло! Нужно быстрее плеть! Дайте мне везда! Римлян на галере, да? Я не понимаю, а почему все плыли без нас? Том думал, что его будет сопровождать обеоносицы и отряд морских котиков, да? Нет, ну должно быть хотя бы вторая лодка! Маша предупредила, что будут все близы! Короче, пусть думают взрослые, у них головы большие, наше дело одно – греби, Рэмбо! Куда они делись, а? Они же не могли уплыть без нас! Так что шоу не будет, да? Шоу продолжается! Я из сценария не выйду! Я не понимаю, что вы стоите? Ну-ка быстро в погоню! Так лодки нет! Приведите ко мне нашего Репина и пускай строят плод! Вы его уволили! Значит, построим сами! То есть, теперь я еще и плод должна строить? Ну, а кто? Я, что ли? А мне интересно, откуда нас снимают? Вы не должны думать об этом! Лучше гребить короткий путь! Передай карту мне! Да нет! Лучше дай мне карту! А сам погреби давай! Лучше гребешь, my friend, чем разбираешься в картах! Я вообще и в картах неплохо разбираюсь! И в лоб могу дать, точно как по компасу! Окей, сделай попытку! Давно не купался? Че нырнешь у меня? Эй, вы! Быстрее гребите к берегу! Мы сходим! Давай, давай! Давай, Су, греби, греби! Давай, Су, греби, греби! Черт! Вы не только лёдку сломали, но и вёсла! Мэрт, все забы, толкаем лёдку к суше! Продолжение следует... Ай! 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 Нож! Ай! Лука больше не нужна! Так, что так? Значит, туда? Потом, сюда? А, все ясно. Картук! Нож! Пошли! Да, нехилый сюрприз они нам приготовили! А те Дюмы еще не нас слышат? Вы слышали? Что? Я веревку потерял! Да что мы там соревновались-то? Все равно утонуло все нафиг! Что значит нафиг? Да больше не всплывет! Мне нужно было задевать драку в лодке! А ты думаешь, лодка утонула из-за нас? А ты не поворачивайся! Я ненавижу детей! Это я понимаю. А вы почему? Был учителем истории и географии! У нас говорят! Первая льня за лодка будешь в беде! Но ненадолго! А будут рядом плохие люди! Да если... Ты не смотри! Если б Винченцо не прыгнул в воду, как корова с трамплина! Я не корова! Смотрите! А? Ничего не понимаю! Вместо лодки, которая утонула, нам дали другую! А по карте рек больше нет! Я не понимаю! Почему только один оператор? Одна лодка! И вообще где? GPS! Цветы и камеры! Дополнительная съемочная группа! Как у вас много вопросов, а? А у меня только один! Где взять на все это деньги? Эх! Тогда я не понимаю, почему вы решили снимать свой шоу без денег! Чтоб их заработать! Неужели непонятно! Да мозги они нам парят! Блин! Что? Ну крышу сносят! Да, русский народный уст у вас хромает, конечно! Короче, валим пока при памяти! В мокрые одежды? Я никуда не пойду! Можно заболеть! Я согласна! Нужно просушить одежду и отдохнуть! Эм... Почему вы все на нас смотрите? А мы на вас не смотрели, мы на реку смотрели! Ну конечно! А в глазах был такой неподдельный интерес! Так это река! Красивая! Короче! Нам некогда сушиться, кто остается тот враг! Я стану для них самым страшным врагом! Самым ужасным ночным кошмаром! А я дневным! Будем кошмарить и днем, и ночью! А спать когда? Я ничего не понимаю! Спасательные жилеты бросили, а лодку зачем-то унесли с собой! Ведь больших рек-то дальше нет! Зачем морочить людям голову? Вы думаете, это право есть только у вас? А вы не думайте о моих правах! Вспомните про свои обязанности! За мной! поиск за к Taylor Recon Карту! А? Не тормози. Вердь! Николь! Merci. Все, я больше не могу. Вы что, двужильные, что ли, а? Маша, вы бежите за гонораром, а я бегу от кредиторов. Чувствуете разницу? Да я... Я ног не чувствую. Если я не сниму это шоу, я тоже не почувствую ногу. Потому что мне их оторвут. Давай. Дайте, я первый. Погоди, погоди, стой. Он что, самоловкий, что ли? Винченцо, стой, осторожно! Венчик! Где он? Ты специально упал, чтобы нас задержать! Мне очень хотелось разбить себе голову! Ребят, Маша насчет сюрпризов не обманула. Бревно подсолочным маслом облигнула. Безбашенные! Без какие? Да безголовые какие! Это я сейчас безголовый все мысли вода унесла. Ничего, когда к берегу прибьется, берем. Главное, что тыква на месте. А ты, ты сказал, что я специально. А там масло. Окей. Прости. Николь, я никогда не забуду, как ты бросилась меня спасать. Теперь у меня разбито не только здесь, но и здесь. Мерси. Венчик, да! Ты? Нет. Тогда ты! Какая трусость! Смотрите на меня! Ну? Птицы не поют! Тихо! Слышите? Я ничего не слышу. Но птицы не поют! Здесь были люди. Девушкин пистолет. Трое. И один очень большой. Следопыт. Хватит нам сюрпризов! Мы сюда приехали клят искать, а не тыкву разбивать! Клят! Хе-хе-хе! Тетишкин пистолет! Прикольно, блин, компот. Русский узный? Том, теперь ты меня спас! Промахнулись! Мазила! Ничего! Ничего! На что, на что уж? На такости у меня фантазии хватит! Нет, на сегодня я уже категорически отбегался. А съемка? А ребята? Маша, а вы верите в вампиров? Нет. А я верю. Потому что эти ребятки мне уже всю кровь выпили. Пора готовиться к ночлегу. Каждому дано подняться На вершины жизни разные Каждый шаг тебя ведет вперед Дорогами опасными Просто оглянись Себе не лки Кто с тобой Друзья или враги Как суметь добраться До вершин Если ты один Если ты один Не проси Любых поблажек Снисхожденья У своей судьбы Пронеси Сквозь годы Это пламя Дружбы И большой любви Просто оглянись Себе не лги Рядом кто Друзья Или враги Мне легко До красоты Вершин Если ты один Если ты один Если ты один Если ты один Не слепые отчинь Очень хочется кушать У вас ничего нет Больше шести есть вредно Может пополни Утром приготовим завтрак А может сейчас приготовим завтрак Если мы сейчас приготовим, то мы сейчас же и съедим Это я по опыту знаю А что это у вас за карта? Объявление о продаже острова Если получится, я его куплю Кому остров? Да, остров Погодите, да что, можно прямо сейчас остров купить? Можно Уеду к чертовой бабушке Буду ночью смотреть на океан И качаться в гамаке Ага Рыбу ловить, кокосы собирать По осени Это ж не ментов, не прокуроров Сам себе президент, налоговый инспектор Слышь, а по вечерам будем смотреть авторитет? А у нас в загонке жарить рыбку И рассказывать, смешные они кто-то Я вот помню один А вас кто на мой остров звал? Ну как Вместе клад найдем Вместе на остров смоемся Совсем с ума сошли Откуда у тебя спички? Да Откуда у тебя спички? Это дедовский Вот гильза, запечатанная воском Вот спички, тоже в воске, чтобы не промокали Ну и черкаш Черкаш? Черкаш, спичка Раз, огонь Понимаешь? Вот почему ты первый разжег костер Задание было Разжечь дедовским способом Ну а мой дед брал на охоту этих Окей, теперь я знаю, кто враг Он сломал весла Он утопил лодку У нас ничего не осталось А у него спички А что б ты без них делал? Вот вечно вы так Как темно, холодно, Россия, помоги А как тепло, светло, так Россия враг А может, еще раз поглядем? Че, глаза чешутся? А и вправду Давай поглядим Ну давай Да Не устала Стража стражит чужое добро Казнает Без него не обмельчает Слышь Лисьими речами на грех наталкивает Пока о царской службе позабыть недолго А много ли вам дал царь? Вон Ржавая сабля, дедраный кафтан Эх, Россия, Россия Кого не плють, пху Вор Неужто мы? Царевы слуги Да воровать начнем Что скажете? Ну А? А чем вы хуже? Да мы лучше, дурья ты, Машка Ну так тем более Ведь Не только Для себя А для Счастливой жизни Детей Внуков Детей? Говоришь? Внуков Но Рад детей Можно А царю Проклад скажем Врал на врал А за лож И за то, что мешать пытался Я не пытался Пытался Мы все видели Завтра утром Сварим кашу Это полезно А сейчас всем спать Всем А? Ага 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 Вкусный запах Что, Венчик? Червяков учу Я нашла Маленькая круглая рыка А в ней Квакала еда Это очень хорошо Потому что у меня давно В животе квакает Ой, Европа Доведет вас жизнь Будете слезняков И улиток есть Я обожаю улиток Вот я об этом и говорю Плоховато у вас питание Слушайте, ребята Я не могу найти свои ботинки А я ботинки не снимаю Чтоб туда не залез какой-то ядовитый паук Это тебе не лиса амазонки И у меня ботинок нет И моих нету Это Это стелили враг Чтобы мы медленней шли Это не я Я встала рано утром Ловила этих лягушек Резала их Хотя их очень боюсь Чтобы приготовить еду вам всем Если б я хотел чтобы вы медлены нашли Я бы просто сунул ваши ботинки колючки чтобы вы трогали ноги Есть могут и другие способа Добрый вы народ Бой скалки, да? Это китайский устный? А, я говорю, что если фарфоровая ваза разбилась, мастер не пытается ее скреть, а делать другую. Субтитры создавал DimaTorzok Стоим на зарядку, потом переходим к водным процедурам и приготовления завтрака. Точно. Мы на зарядку и к водным процедурам, а ты, Шумахер, готовить завтрак. Кстати, если помните, партнер, продукты с вас. Нет, все-таки надо было снимать в павильоне. Вы меня извините за искренний вопрос. Ну, как вас угораздило заняться телешоу, а? А я расскажу. Да. Как-то хмурым осенним утром шел я куда-то по своим делам. Хотя, какие у меня могли быть тогда дела? Я работал баянистом в клубе на вечерах «Кому за тридцать». Там, кстати, и познакомился с этим нашим Айвазовским. Ну, так вот, иду я, значит. В голове пусто, в душе тоска, в руках баян. И вдруг навстречу мне прелестная девушка. Не хотите, говорит, поучаствовать в нашем телевизионном ток-шоу? Ну, вот, так я и попал в большой телебизнес. А почему сразу в продюсеры? До вечера мы там хлопали, когда нам делали знак. Потом смеялись, когда делали другой знак. Улюлюкали тоже по команде, как попки и дураки. Вдруг все, причем даже те, кто приказывал нам, когда смеяться, а когда топать ногами, затихли. И только шепот такой по залу. Продюсер, продюсер, продюсер. И появляется он. Соливый. Молчаливый. Добрый, как Цезарь. Красавец. Пиджак. Очки. Обувь. И вот тут я понял. Ты можешь быть маленьким, лысым, без образования. Но если ты продюсер, у тебя будет все. И очки, и пиджак. В общем, все. И тебе будут хлопать, когда скажут. И затихать при твоем появлении. Вот так. Снимаешь? Снимай. Хлопай. Флопай. А завтрак-то будет? Угу. 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 Солил? Ха-ха. Ты спасла, не папа? Ля-ля-ля. Давай, давай. Еще когда я работал учителем географии, я уж тогда понял, что из всех полезных ископаемых, самые полезные – это лады. Вы со мной согласны, партнеры? Угу. Немножко пересолено, но есть можно. Что это? Это тучка, а тучка – это дождик. Я больше не хочу мокнуть. Я тоже. Венчик. Ребята, а вы что, здесь решили прождать тождь, да? Что вы тут делаете? Да-да-да, мы ждем, пока дождь пройдет. Ну, те, кто в ботинках, могут и пережидать. А нам, босикам, зонтиков ждать некогда. А мне зонтик не нужен. Мне нужен клад. Хорош. Много мужчины. Что они тут понастроили? Палатка-то удобней. Хотя и тут хорошо. Как мы видим, ребята прекрасно провели свою первую ночевку, даже не воспользовавшись палаткой. Снято. Да, кстати, почему они в самом деле шалаши строили? Спасибо. О, карту. Трубу. Не обойдём, вежим. Карту, трубу. Вперёд! Шумахер! А? Не тормози! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, а-а-а-а! Какое замечательное местечко! Хе-хе! Токер, Токер Пенек, загораживает дорогу! Что смотрите, ну что смотрите, собирайте ветки, не для начала себя, собрать надо. Ты слышишь, давай туда, а ты давай сюда, давай сюда, а ты давай туда. Тихо! Слышите, быстро за дни кусты. Мне не нравится это место, лучше там обойти. Что крутой, для тебя слишком круто, да? Не мы выбираем путь, а будем выбирать достойных, здесь короче. Там ходили люди, там потопано. Там не потопано, там накатано. Накатано, да? Скользко. Что? Прошу садиться. За те кусты, за те кусты, быстрей, быстрей. Да кто знал, что здесь такое будет? Не знаю. Садиться. О! Точно в блузу. И мы тоже точно в блузу. Лизим в блузы. Я, кстати, промок уже весь. Ничего, ничего. Теперь можно успокоиться, можно согреться, можно не просушиться, даже можно что-нибудь поесть. О! Значит, не мы выбираем дорогу, а дорога нас, да? Бывает, не прав не будь, но не бывает безвыходное положение. Тогда покажи мне выход! Да оставь её в покое! Мы все в одной яме. Ну, так они пойти не могли. Тут голову свернуть можно. Ну, значит, туда. Вот в такой яме я проведу остаток моих дней. Только моя будет называться долговой ямой. Эх, нужно было снимать в павильоне. А я ещё хотела, чтобы меня увидели миллионы зрителей. Может, покричать или... Стой! По условиями гринам помогут только в крайнем случае. А сейчас не крайний! Видимо, нет! Эх, не знаю, ребят. Кто из вас враг? Но он сейчас очень радуется. Мы здесь до вечера просидим! Кто взял мои батончики? Я! А что? А какие вообще могут быть секреты между партнёрыми? И ты хочешь, чтобы после этого я взял тебя на свой остров? Хочу! Вот здесь буду жить я! А вот здесь будешь жить ты! Ты не перешагнёшь к этой границе! Как? Ну, в выходные-то я смогу гулять по острову, собирать ананасы, рыбку ловить, да? Ананасы? Ананасы? Все ананасы растут здесь! И ты сюда ни ногой! А будешь получать ананасы под мою роспись! А рыбу? А рыбу? А рыбу? Рыбу будешь ловить здесь! А ты чего вы умерся? Чего вы умерся? Я вообще тут нет! Ли! А чем там твои родители в цирке занимаются? У меня есть идея! Клад! Клад водой с мыла! Ли давай быстрее! Хороший повар, но плохой акробат! Ну, не могли же мы ошибиться! Они должны быть впереди! Может, они где-то прячутся, а? Я ещё не видел таких телезвёзд, которые бы прятались от камеры. Даже я уже ничего не понимаю. Может быть, они думают, что всё это время мы их снимаем? А если брак Ли, ей достаточно просто уйти! И верёвка у неё! Если вот здесь зашить, а вот здесь и здесь прихватить булавочки... то, что вы думаете, что ты полный дурак! Что? Кто полный? Кто полный? Я полный. Ты? Ты полный? Вы что, издеваетесь? Вам послышалось, что это вы полный, а Джонс имел в виду, что полный дурак! В смысле, я! Так же ты... Оба вы дураки! Оба! Карту водой с мыла! Надо вернуться к теме! Это браке сопляков в карту! Сопляки-то уж, наверное, вылезли давно! Да! Карту! Я же точно помню, что клад был примерно обозначен вот тут! Значит, они туда и пойдут! Примерно! Примерно! Ошибка по карте на сантиметр! Значит, оцелить в сторону на километр! Но этого места им не миновать! У-у-у-у! Господа-господа! За миллионами! И в таком виде! Петчик, тебя пошла! Пасик, тебя! Ну, тихо вы! Ну, всю рыбу нам распугайся! Испойтik, тихо! У-у-у! 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 У-у! Браво! У-у-у! У-у-у! Вы кто? Роднодзор! У-у! У-у-у! У-у-у! Роднодзор! Так вы еще и пожарные. Ну так сразу видно борцов с огнем. Так они же из нашего телешоу. Из фильма ужасов. Отдайте карту. А-а. Куда? Стоять. Ты чего? О, бруслив. А ну-ка. А ну назад, я вам сказал. Что вы делаете? Я в голову. Голодная мышь может горшку съесть. Ты беги, бруда. А-а-а. Эй-ви, карта у меня. Мордовый. Успей, давай, мы что у тебя? Стой. Быстрее. Курбакер, не тормози. Как ты? Хорошо. Ждите здесь. Отдай карту. Хуже будет. Я слышал голоса. Я тоже. Ах. Упс. Вы, вы дополнительные враги. Еще какие. Это, это утешительный принц. Привяжите его к дереву. Давай, иди сюда! Дэнчик! Они ушли и оставили другую карту! Почему? Другую карту они что, изменили условия игры? Но на ней не отмечен клад. На силу вас нагнал. А чего ж так старался-то? Смотрю, добрые молодцы чужое добро тянут, надрываются. Дай, думаю, подмогну. О каком добре ты? В толк не возьму. О том добре, которое Степан Тимофеевич кровушкой своей окропил. А не ты ли его, Исаул Лука? Он сам и буду сотоварищем. Что-то мало ты себе подмоги взял. Так, на вас-то хватит. Пошли! Пошли! Ура! 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 Вот она, гладкая. Вот она, гладкая. Мой кладик. Наш клад. Наш клад, мой остров. Клад наш. И остров наш. Я, кстати, вообще не понимаю, почему наш клад ищут иностранные дети? Вы вообще-то слышали, с каким они акцентом? Разговаривают. Сейчас полстраны с таким акцентом разговаривают. Да. Они нам отослали трав врагов. Отобрали кашу. Отдали другую, а на ней не отмечен вклад. Но она как настоящая. Телячья кожа, очень старая. Первая была ее копией. Телячья. Если вы не видите в темной комнате черную кошку, это не значит, что там нет. А. А. А я еще сюда вернусь. Вот и на карте помечу. А с убитыми что делать будем? А что делать? В пещере и схороним. Пусть еще и после смерти клад стерегут. Догнать! А на карте сме. А на карте сме! А на карте сме! Субтитры сделал DimaTorzok и в пещере. А на карте сме! А на карте! Ух! А на карте сме! А на карте сме! Кажется! А на карте сме! Что ты думаешь? У нас отобрали карту, а мы не знаем, что делать. Мы действительно не знаем, что делать в этой ситуации. Тем более, что по условиям игры у нас не было дополнительных соперников. Они появились, и они пожалеют о том, что связались с Винченцо Розетти. Надо их догнать, дать по тыквам и отобрать нашу карту. Я с тобой. Мы их найдем. Они очень шумные и приметные. Особенно один. Теперь я буду драться по-настоящему. Василий, а ты чего молчишь? Вы думаете, это просто задание догнать и отобрать? А ты что думаешь? У нас говорят, утро вечера мудренее. Надо достраивать шалаш. Так значит, ты готов драться за карту? Да готов, готов. Карту. Танец. Продолжение следует... 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 Я хотел тебе сказать, что ты очень красивая. Красивая? Что ты очень умная. Умная? Очень смелая. Смелая? И вообще... А как же разрешение моего папы? Ну, папа далеко. Не спится! Ну? Папа далеко, а Том близко? Да, пора спать. Завтра у нас будет трудный день. Да с Томом каждый день нелегкий. Ну, идемте. Лад уже где-то рядом. Одна нога здесь. Другая на крышке сундука. На крышке моего гроба. А мне памятник никто не поставит. Ой, через час они должны разделиться. Стойте. А что вы сделали, чтобы победил Том, а? Не скажу. А давайте у нас на острове поставим памятник Степану Разину. И слова напишем, а благодарны за клад потомкам. Согласен. Только небольшой и недорогой. Люст поставим. Доль. У Камиля. Точно. Я их не вижу. Что делать? Надо расходиться. Ну, ну, ну как? Если мы не можем еще рассматривать на точку, где же клад? Ну, видимо, в этом и состоит игра. Кому повезет, кто-то найдет. Ну, это же неправильно. Нам подослали дополнительных врагов и положили новую карту. И нам нужно оставаться вместе и продолжать искать этих троих. Нам надо расходиться, Ленчик. Ну, я не хочу, я не хочу расходиться. Держу. Руку. Дигор, подними руку. Отпустите меня. Размечтался. Дом ДК. Лучей. Лих. Я не отпущу. Я тоже, Мэл. Не видать там наших спасателей. Это тоже нехранный случай. Диабета. Отпустите меня. День, все дури. Я не хочу, чтобы все из меня умирали. Егор, ты мне очень... Скажи, Вася, скажи, моей семье. Ты сам все скажешь. Я придумала. Как? Как я, Миленченко. Хватайся за меня и подтягивайся быстрее. Я не могу. Будьте бэфс! Будьте бэфс! Я больше не хочу играть! Я больше не хочу искать клятв! Я больше... Я больше не хочу быть врагом! Что ты сказал про врага? Это... это яблеврек, и я украл ваши ботинки. Взрослые всегда нарушают правды, которые они сам устанавливают. Они хотели, чтобы мы все были врагами. А давайте дальше. Честно и без врагов. Мы вместе шли к ладу, вместе его и найдем. Честно? Окей, тогда и я должен признаться. Я специально ввел конкурс на бросание лассо, чтобы ты наверняка выиграл веревку. Она должна быть только у тебя. Смотри, вот, когда вы здесь разойдетесь, ты один сумеешь спуститься вниз и выиграешь минимум три часа. Ну, это же не честная игра. Что? Это не игра, это война. На карту поставлен престиж страны твоей. Разве ты не хочешь все сделать во славу Родины? Разве ты не хочешь, чтобы миллионы американцев гордились своим соотечественникам и очередной победой демократии? Ну, ты не грузись. Он тебе мозги запудрил. Если честно, я тоже ведусь на патриотизм. Ты согласился тогда выиграть, потому что считал нас своими врагами. Ну, миру, мир, войне. Сами знаете, что... В общем, если по-честному и без врагов... Том, дай карту. Видите что-нибудь? Нет. Нет. А так? О, мой Бог! Да. Если хочешь, чтобы метку увидели все, то делай жирную точку с пояснениями на полях. А если для себя, любимого... А я еще сюда вернусь, вот и на карте помечу. Ну что, так решили? Вместе и до конца? Вместе честно и без врагов. Поехали! Ха-ха-ха. Пошли-т push ensemble. Т RUSSBY Yoga Вместе честно, ну чтоumbleа — минус, 꿈 had been to life. Нашень годы... Вы знаете, Маша, что самое кошмарное? Что все эти люди получают вместо зарплаты мои деньги. Приготовились к решающей съемке! И чтоб через минуту я здесь не видел ни одной живой души! Нет, есть все-таки что-то приятное и в моей работе. Ага, Факю, Артур! Джонс, а когда начинать есть карты? Сразу как ладно идем? Да, разумеется. Подожди, а может, ты его лопатой по голове треснешь, а я потом спокойно съем карту? Если его лопатой по голове тресну, какой смысл? Потом съесть карту, идиот! Точно! Слушай, какой ты умный! Вот так. Партнеры, вот здесь! Вот они! Врата, в рай! Освобождай рюкзаки! Здесь. Держи. Вась, ну как там? А хорошо сделали, надурально. Ха-ха! Смотрите, стрелка. Это специально Степан Райзин рисовал, чтобы мы не заблудились. Нурал, что мы за кладом придем. Степан Райзин так потому был народным героем, потому что старался не для себя. А для меня и для вас. Вася, у меня факел то ли потух, то ли погас. Венчик, балди, на свет. Держи. Грация. Мама меня. Ух ты, как красиво. И страшно. Николь? Спасибо. Вау. Классно сделали? Конечно, Том, не как у вас в фильмах, но ничего. Мы их тоже снимать научимся. Нет, ну, по-моему, уже хорошо получается. Том, что, дверь закрыта? А ну-ка, пропустите меня. Мы их тоже сделали. А, два, два, два... Классноран астроном, Ах... Ах! Ух. Ах, ух. Ух-ух! Ух. Вот он! Мой кладик. Наш кладик! Стой! Давай! Кто вы такие? Где Толк? Свет! Вы кто? Где наш клад? Какой клад? Вы меня окончательно сорвали шоу! Где наш клад Степана Разина? Кажется, с ребятами что-то случилось. И думаю, не без их помощи. У них наша карта. Выглядит, как настоящее! Стекло! После шоу все пойдет на продажу, как шувениры. А можно я оставлю себе этот сувенир? Нет, ребята, это настоящее! Точно, настоящее! Либо в антикварных магазинах в аренду взяли, либо в музейных запасниках. Но они ж не думают, что мы все это потащим! В словах игры не сказано. Весь клад мы должны принести или просто доказать, что мы его нашли. Оттаману Степану Тимофеевичу за волю. Сойдет как доказательство, а? Вы мне за все ответите! Пропали международные дети! Гражданин продюсер, мы малолеток не трогали. Это Сильвер все придумал. Кто? Он! Врут, врут! Они все врут! Это они карту сперли и сказали, что на ней клад. Причихать нам на клад! У нас же дети пропали! Эй, есть кто живой! Маша! Оставаться на местах! Маша! 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 Как я рада! Маша! Маша! А мы-то за свое здоровье как рады! Но с последним испытанием вы переборщили. Мало того, что клад найдите, так еще на попутках до лагеря добирайтесь! Да мы вас потеряли! Нам сказали, что клад найдет дом! Мы все победители! Мы вместе нашли клад! Мы все по-честному сделали! И без врагов! Вот эти трое ваших нападающих вообще палку перегнули! Ули что, задание было драться по-настоящему, да и с девчонками к тому же! Где вы были? Да... Мы выполняли задание! Мы... Мы нашли клад! А почему вас там не было? Подождите! А какой клад вы нашли? Клад Степана Разина. Ну мы же не придурки, чтоб весь сундук тащить! Вот это доказательство! Они нашли наш клад! Так, стоп! Я руководитель этой экспедиции! Я беру на себя ответственность за доставку и хранение всех ценностей! И последующую передачу государству, да? И не забывайте, что клад нашли они! И им принадлежит положенное вознаграждение, понятно? Разумеется! Слушайте, но вы объясните, что происходит? Вы все победители! Вы получите кубки, грамоты, золотые медали, благодарственные письма и путевки домой! Ну? Ну, аплодисменты нашим победителям! А что, плакал наш остров? Так, остров! Остров! Ну да! Я расплачусь с кредиторами и, как поется в одесской народной песне, шоу-мас-гон! Хотите сниматься в телешоу? Да! Я хочу! Тогда за мной! За мной! Ребята, а где Маша? Уж если мы нашли настоящий клад, нам есть о чем поговорить с Машей! М-м-м, да! Так... Маша, а почему вы плачете? Да от радости, что вы нашлись! А женщины так от радости не плачут! Да почему же? Может быть, это потому что мы все напутали и испортили игру? Да нет же! Игра – это всего лишь часть жизни! Вы абсолютно правы! И иногда даже игра может помочь в жизни! И мы даже знаем, как! Я приветствую вас, дорогие зрители, на этом таинственном острове Санта-Мария, где по преданию укрыт знаменитый клад тамплиеров! Клад, который так и не найден до сих пор! Вернее, пока не найден! Вот они, перед вами, герои нашего реалити-шоу «Кладоискатели»! Их соперниками в нашей игре станет молодежная международная команда «Кладоискатели»! Стоп, снято! Надо еще один дубль! Нет! Снято! Переезжаем к месту старта Не знаю, как вы, а я очень балуюсь! Я боюсь. Встретимся в игре. Чует мое сердце, проиграем. Я до сих пор не могу понять, как эта карта складом Степана Разина оказалась у меня. Ахать! Встретимся в игре. И прибил ее к берегу. Нашел ее мальчишка и отдал отцу. Отец отнес барину, барин забросил ее в чулан. Спустя время ее там нашел сын барина и продал старьевщику. А старьевщик продал ее другому старьевщику. А через много лет на рынке ее купил у сына старьевщика, преподаватель географии церковно-приходской школы. А еще через много лет уже не вспомнит, чей сын принес ее Сильверу. А теперь она висит в кабинете у Маши. Каждому дано подняться на вершины в жизни разные. Каждый шаг тебя ведет вперед дорогами опасными. Просто оглянись, себе не лги. Кто с тобой, друзья или враги? Как суметь добраться до вершин, если ты один? Не проси любых поблажек снисхождения у своей судьбы. Пронеси сквозь годы это пламя дружбы и большой любви. Просто оглянись, себе не лги. Кто с тобой, друзья или враги? Нелегко добраться до вершин, если ты один. 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 Просто оглянись, себе не лги. Кто с тобой, друзья или враги? Как суметь добраться до вершин, если ты один? Если ты один. Если ты один. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok